Всем привет, народ! Всем снова приветствовать на канале Руэм Лайф. Ребят, сегодня хотел бы я поговорить с вами по поводу ТикТока. Вроде бы, с одной стороны, все-все уже знают, все-все уже понимают по поводу блокировки моих аккаунтов, да. Но, как бы, все равно есть вопросы, некоторые все-таки что-то недопонимают и так далее и тому подобное. В общем, все хочу разложить по полочкам, а все рассказать по порядку. Значит, начнем с самого начала, да. В ТикТоке я зарегистрировался изначально 2 сентября. 2 сентября прошлого года, то бишь 2020-го. Почему я там, собственно, и зарегистрировался? Дело в том, что прошлым летом как раз ТикТок начинал набирать свою популярность, свои обороты. И все, абсолютно все знакомые, скидывали мне оттуда свои видео. Ну, не свои, а в смысле, ну, что-то там люди смотрят в ленте и им нравится, они скидывают это видео тебе в личку. Там, вебер, ватсап, контакт, куда угодно, да. И все кругом, все повально стали скидывать эти видео из ТикТок, 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 кругом один ТикТок. Мне стало интересно, да что ж, блин, за ТикТок-то такое, в конце концов. И я просто скачал тупо ради посмотреть, что это такое. Вот, и что-то так мне понравилось, и у меня возникла идея, что, как бы, а почему бы не попробовать поднять свой Ютуб-канал за счет, собственно, ТикТока. Попробовать там его рекламировать. Ну, и я записал просто первое видео, обыкновенное первое видео. Тогда я еще жил на даче в Юже. И прямо на улице, на селфи-палку записал свое первое видео для ТикТока. И, как бы, к моему прямо дикому изумлению оно сразу выстрелило и набрало 63 тысячи, помню, как сейчас помню, 63 тысячи просмотров. Буквально там в первые дни. Я, блин, охренел. На то время таких показателей на Ютубе, собственно, у меня не было. И я подумал, блин, а как интересно-то. А как интересно-то. Ну, и как-то все, оно пошло, поехало, я стал снимать. Мне и снимать-то понравилось, как бы, и аудитория очень быстро там стала набираться. Ну, и как бы все это понеслось и поехало, да. Там я стал, соответственно, как собирался изначально рекламировать свой Ютуб-канал. Я его рекламировал. И рекламирую до сих пор, да. Значит, Инстаграм подтянулся. Все как-то пошло, поехало, собственно, благодаря ТикТоку сейчас на моем Ютуб-канале 11 с половиной тысяч подписчиков, чему, собственно, я очень рад. Ну, и как бы, вот, как-то все так и пошло, поехало. Соответственно, когда как аудитория начала набираться, начало расти, стали появляться, соответственно, хейтеры. И что они, собственно, сделали? Для тех, кто не знает и тех, кто не понимает, объясняю. Они стали кидать тупо вот, а я им не нравлюсь, они завидуют моим донатам, они завидуют тому, что я так быстро набрал подписчиков и так далее. Им не нравится то, что я инвалид, они против инвалидов уступают, да. Им там еще что-то не нравится, не важно, что им там не нравится, где-то они завидуют, что-то им там не нравится и бла-бла-бла. И они тупо берут и на все видео подряд отправляют жалобы. Вот на какое повезет, такое видео в ней заблокируют. Ну, и таким образом набралось определенное количество видео, которые были заблокированы и удалены. И, соответственно, в конце концов мне заблокировали весь аккаунт. Аккаунт мне заблокировали 1 февраля 2021 года. Соответственно, 2 сентября 2020 года я его зарегистрировал. 1 февраля 2021 года мне его заблокировали. 2 февраля, значит, я уже зарегистрировал, опять же, второй аккаунт. Очень быстро, опять же, набрал аудиторию, набрал я ее до 203 уже тысяч человек, и ситуация с точностью прям под копирку повторилась. Опять накидали жалоб, опять видео заблокировали, прицепились к тому, что якобы я занимаюсь коммерческой деятельностью, потому что я рекламирую других людей, потому что мне присылают донаты, и бла-бла-бла-бла-бла. И таким образом, 1 апреля, это была, к сожалению, не первоапрельская шутка, просто так совпало, что именно 1 апреля мой второй уже аккаунт в ТикТоке заблокировали, опять же, навсегда. Вот, на отметке 203 тысячи подписчиков. Я буквально набрал 203 тысячи подписчиков, буквально, ребят, за 2 месяца. Можете себе представить? Ну, это ли не повод для зависти хейтеров? Ну, сами понимаете, да? Так что, естественно, я зарегистрировал третий аккаунт. Третий аккаунт я уже зарегистрировал заранее, когда у меня еще второй был, когда только начались первые звонки и намеки на то, что все-таки аккаунт по ходу будет заблокирован. Я все-таки принял решение, говорю, надо заранее зарегистрировать и уже заранее его рекламировал уже еще на втором аккаунте, что типа подписывайтесь на резерв, ребят, туда-сюда. Вот, уже когда мне заблокировали второй аккаунт, вот, 1 апреля, уже на третьем, вот, который сейчас действует, уже было порядка около 2 тысячи подписчиков уже было. Вот. Как бы, как, что я вообще об этом в целом думаю? Да, многие спрашивают, что ты вообще об этом в целом думаешь? Ну, бред на самом деле, полный бред. Правила ТикТока, на мой взгляд, полный бред. Дело в том, что по ходу ТикТок все-таки, как и говорят, реально автоматическая система, да? Это автоматическая система, и там особо никто ничего не мониторит, никто не разбирается по факту, что там по делу тебе жалоб накидали, не по делу тебе их накидали. Всем насрать. Всем насрать, есть жалобы, есть блокировка, как бы, и никто ничего, собственно, не хочет вставать ни на какую-то там сторону, там, да, на сторону блогеров, никто вставать, собственно, не хочет и не собирается. Вот. Есть блокировка, есть жалоба, есть по факту блокировка. Все. То есть, чтобы выжить в ТикТоке по факту, по-серьезному вот сейчас я говорю, заявляю, чтобы выжить на ТикТоке по факту, ты должен снимать такие видео, которые полностью соответствуют правилам ТикТока. Если есть, хотя малейшая зацепка, чтобы тебе твое видео удалить, все. Это край. Если у тебя найдутся такие видео, которые тебе можно удалить, все, аккаунт уже не жалец. Твой аккаунт уже не жалец. Все. Тебе все равно его рано и после схопнут. Вот. Поэтому, вот такие вот, ребят, дела. Что касается, значит, третьего своего аккаунта, который у меня действует на данный момент, кстати, подписывайтесь на него, ссылочка в описании, с последней строкой написано ТикТок. Вот. Что касается типущего ТикТока, да, Естественно, я больше не буду публиковать там тот контент, который не подходит, ну, под правил ТикТока. Все. Это уже окончательно, да, то есть, мудрить ничего я больше не буду, рисковать я больше не буду, не вижу в этом никакого смысла. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой Инстаграм. Вся спрещенная в ТикТоке информация будет публиковаться у меня в сторисах в Инстаграме и, возможно, еще и в самих постах в Инстаграме вместо фотографий. Я еще планирую в Инстаграме сделать, все-таки, не только фотографии, но и видео. Раньше как-то для меня, все-таки, Инстаграм это была фотосеть, да, я как-то считал, что туда лучше укладывать только фотографии, да, но, учитывая всю вот эту вот мою текущую движуху, я думаю, что придется все-таки и видео выкладывать в Инстаграм. Вот. Но это чуть попозже я организую, вот, и дополнительно еще об этом везде объявлю, вот. Поэтому вы пока просто подписывайтесь на Инстаграм, все ссылочки, опять же, в описании есть, там и Контакт есть, и Инстаграм, и ТикТок, все есть, вот. И как бы подписывайтесь везде, в любом случае, чтобы не терять со мной связи в случае той или иной нештатной ситуации, таких как букировки ТикТока, вот. Я, конечно, еще раз повторюсь, не согласен с правилами ТикТока, конечно, в корне не согласен с их политикой, прямо, ну, вот, ну, вообще никак, но, как бы, делать нечего, делать нечего. Придется подстраивать под правила ТикТока, какие бы они ни были. Вот. Других вариантов, собственно, никаких нет. Вот. Что касается еще, часто задают вопросы, типа, как подняться в ТикТоке, как набрать такое количество подписчиков, как у тебя, и все такое прочее. Значит, ребята, смотрите. На самом деле, все очень крайне просто в ТикТоке. Сейчас, секундочку, мне пытается звонить, он опять из Москвы. В общем, смотрите, я сейчас вам открою очень такой простой, но важный секрет от ТикТока. Многие спрашивают, как подняться в ТикТок, как набирать подписчиков. Есть один, всего один, но очень мощный, эээ, такое, такое очень мощное правило. В общем, для того, чтобы набирать подписчиков в ТикТоке, для того, чтобы попадать в рекомендации. Как, как, как в ТикТоке набрать подписчиков? Нужно попадать в рекомендации. Постоянно твои видео должны маять в рекомендации, ты тогда, тобой заинтересуй, тебя будут смотреть и бла-бла-бла. И будут, соответственно, на тебя подписываться. Как попасть в рекомендации? Чтобы попасть в рекомендации, вы должны выкладывать от 10 до 15 видео в сутки. Ребята, внимание, от 10 до 15 видео в сутки желательно каждый день. И тогда вы будете попадать в реки. Вы думаете, я зря придумал такую тему, как ответы на вопросы? Не зря, потому что это дает много коротких видео за день. И таким образом мои подписчики быстро растут. И второй момент. Эти видео вы должны выгрузить желательно в районе 11 часов утра. То есть приблизительно с полодиннадцатого до полдвенадцатого. И какие-то из этих видео у вас должны быть выложены именно ровно в 11 часов утра. По московскому времени. Я не знаю, как это работает. Я не знаю, почему в 11 утра, но это работает. Об этом говорили опытные тиктокеры, у которых большая аудитория. И они в этой части правы. Поэтому, ребят, вот эти два простых правила и все. Потому что очень часто пишут мне рекомендую кличку, везде в Инстаграм. Как ты так быстро набираешь подписчиков? Да как же так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-я-ля-ля-ля-ля-ля-мофо. Вот, как бы, вот это вот самое простое и самое вот действующее правило. 10-15 видео в сутки. И они должны быть выложены в районе 11 утра по Москве. И будет вам, ребят, счастье в тикток. И будут вам реки. И все вам будет. Вот такие вот, ребят, дела. Вроде бы все рассказал. Вроде бы все объяснил. Не буду больше, наверное, затягивать это видео. Надеюсь, вопросов по поводу тиктока после просмотра этого видео будет поменьше. Потому что, ну, реально люди не понимают, что происходит. Присмотрите аккаунт. Все спрашивают. Все создают какую-то панику. Кипишь. Ребят, на самом деле, вообще, по сути, по большому счету, тикток такая система, что не важно, сколько у вас подписчиков. Вы знаете, вот что у меня было 203 тысячи подписчиков, да? Что сейчас 3 тысячи подписчиков? Разницы для себя я особо не вижу. У меня как были заказы на рекламу, так они и есть. И идут они именно с тиктока. Как были донаты, так и есть. И идут они именно с тиктока. Кстати, огромное спасибо, ребят, всем донаторам. На самом деле, от души. Не важно, какая сумма, какую сумму вы посылаете, да? Многие, ребят, посылают по 100 рублей, да? Есть приколисты, которые и по 10, и по рублю даже присылают. Всем, не важно, какую сумму вы присылаете, ребят. Всем огромнейшее вам спасибо. На самом деле. Денежка никому не помешает. Денежка никому не бывает лишняя. Я ни в коем случае, как он пишет в комментариях, да? Клянчишь. Ребят, я ни у кого никогда ничего не клянчу. Ради бога, я вас умоляю. Но если кто-то что-то присылает от души, если это его желание такое вот задонатить, да, я, конечно же, не отказываюсь. Потому что, ну, время такое, что от денег не отказывается никто. Не будет донатов, я вообще по этому поводу не расстроюсь, да? Как бы не будет и не будет. Я заработаю, мне хватит, даже если не заработаю, мне хватит на проживание моей пенсии. Я человек не, как говорится, не, ну, ну не такой, что вот мне вот только на широкую ногу жить, да, там вот. Я минималист, и я умею удовольствоваться малым, да, мне хватает. Вот, поэтому я не умру и без донатов, вот. Но так как они есть, то я, конечно же, не откажусь. И огромные вам, огромные вот вам поклоны вот вам за все ваши донаты, какие бы они ни были, за все суммы, даже те, кто присылает. Я говорю, что есть такие ребята, которые по 10 рублей присылают, даже 2 раза по рублю присылали вот за последнее время. Я показывал, кстати, в Инстаграме. Вот, как бы всем огромное спасибо. Сумма на самом деле не важна. Важно ваше внимание. Поэтому всем огромное человеческое спасибо. На ваши денежки я покупаю какие-то гаджеты, да, делаю вам интересные обзоры. Эти гаджеты потом остаются мне в пользовании. Я покупаю то, что мне нужно, то, что мне интересно, то, что мне нужно в пользовании, да. Опять же, я, вот, пишут в комментариях, там, какие-то, кино, покупал всякой херни. Ребят, кому херня, а кому не херня. Если мне нужны наушники, я купил наушники. Если мне нужен авторегистратор для моего отца был, вот, недавно обзор русов, то я купил авторегистратор. В общем, захотелось мне кабирокоптер. Опять же, это будет для съемок. Я буду снимать на улице, да, в летнее время. Какие-то красивые видео для вас, поэтому, ребят, ничего не покупаю, как вы там пишете, всякой херни на покупал, да. Никакой херни я не покупаю. Я покупаю по минимуму только то, что мне вот реально нужно, вот, и покупаю я, конечно же, благодаря вашим донатам. Поэтому всем и каждому огромное спасибо, кто донатит. Все, ребят, на этом у меня сегодня точно сегодня все. Вроде бы все объяснил по ТикТоку, все рассказал. Продолжаем, продолжаем, значит, снимать в ТикТок, и в ТикТок, и в Ютуб, и в Инстаграм, везде продолжаем снимать, все, продолжаем. Меня не остановить, ребят, меня не остановить, пока я жив, пока у меня позволяет мне мое здоровье, пока позволяет мне жизнь, обстоятельства, да, я снимал, снимаю и буду снимать. И никакими блокировками нигде меня не напугаешь и не остановишь. Поэтому тем, кто меня блокировал в ТикТоке, если вы один институт, кто блокировал меня в ТикТоке, хуй вам жопу вместо укропа, понятно? Вот так вот. Всем спасибо за внимание, всем пока, до встречи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok